всем огромный огромный привет сегодня готовим домашний натуральный йогурт достала свою помощницу по хозяйству свою любимую свой любимый прибор для изготовления йогурта вот думаю надо опять ставить йогурт самой немножко я ее протерла но принципе она у меня стояла чистенькая потому что время от времени я все же готовила йогурт и сметанку свою домашнюю не часто сейчас буду надеюсь гораздо чаще у меня на 7 баночек такого объема баночки как из-под детского питания баночки стеклянные и очень удобная такая компактная в принципе вещичка стоила она не так дорого я в свое время и заказала именно для вот такого вот поддержание своей диеты правильного питания что я делаю у меня домашнее молоко которое я беру в молочной лавке два раза в неделю и для закваски я буду использовать вот такую маленькую активию термостатная натуральная живыми бактериями живыми бифидобактериями молоко я предварительно никогда не достаю заранее прямо делаю на холодном молоке этим и отличается так сейчас я достану где-то у меня была для смешивания так сейчас я достану у меня есть тут такая чаша в которой я готовлю сыр и творожок она как раз на 1 литр здесь будет очень удобно смешивать и переливать так как она с носиком в общем что он отправляю в эту чашу йогурт потом уже когда вы поставили свой домашний йогурт одну баночку вашего готового йогурта можно использовать как закваску потом также ее мешаете с молоком и опять ставите йогурт уже из вашей баночки йогурта помещаю йогурт у меня где-то рассчитаны эти баночки примерно на 900 миллилитров йогурта отправляю сюда закваску чтобы закваска лучше перемешалась я ее вначале развожу небольшим количеством молока сейчас половину на половину открываю молоко вкусное такое молочко обожаю домашнее молоко оно такое более какой-то знаете сладкое такое гуще чем продается в магазинах так добавляю 500 миллилитров молока вот сюда прям йогурт и хорошо хорошо перемешиваем это можно сделать венчиком так хорошо перемешиваем но я это прям обычной ложечкой я делаю йогурты не сладкие но я как-то делала и с карамелью и с каким-то джемом тоже получается очень вкусно но по мне так и где-то примерно 400 миллилитров по мне так лучше потом добавить давайте я возьму венчик венчиком легче венчиком легче будет мешать и вот прям венчиком вот в половине ведь у меня половинка половинки молока размешиваем йогурт желательно лучше брать натуральный йогурт именно вот живыми какими-то бактериями там почитайте состав или еще называется живой йогурт во вкус вилле тоже продается можно как использовать такие баночки я пробовала можно использовать саму заквасочку такую йогурт тоже пробовала никакой разницы и пробовала еще знаете что жидкий йогурт тоже такой из вкус вилла просто натуральный обычный йогурт который не в баночках а жидкий вот так все перемешиваем доливаю оставшееся молоко сейчас я это закрою обожаю домашнее молоко начала ходить я правда покупаю еще в белорусской лавке молоко у них тоже очень вкусная начала ходить на эту молочную кухню и прям на ура и заливаю остатки молока чем хорошо хороша вот эта йогуртница нужно предварительно даже вот я не грею молоко она постепенно нагревает в этих баночках и всегда все получается как бы не нужно предварительно молоко нагревать какие-то там кастрюли использовать вот так вот перемешала перемешала сейчас помыть и еще у меня тут осталось молоко я хочу приготовить адыгейский сыр адыгейский сыр беру свою прелесть мини йогуртницу и заливаем я надеюсь я в нее не пролью может лучше отдельно я помешала хорошо размешала давайте я попробую лучше отдельно залить чтобы чтобы не пролить и аккуратно заливаем в баночки ой у меня оказывается представляете больше чем на 900 миллилитров я почему-то думала у меня на 900 миллилитров оказывается больше наверное на литр 200 но ничего страшного оказывается у меня наверное на литр 200 вся моя это задумка в общем вот так это все получается разлила в баночки включаю свое устройство и она у меня будет работать 9 часов закрываю все вот этой крышкой и включаю в розетку обычная йогурт тоже ставлю на ночь чтобы так ну тут я все протерла надеюсь у меня все хорошо крышечки также ставят сейчас еще помою и закрою все все промыла просушила закрываю и на 9 часов покажу вам какой вкусный получается йогурт прошло 9 часов йогурт уже готов почему я ставлю на 9 часов можно поставить на 7 8 часов я теперь если честно так не буду делать на 9 часов не буду ставить что-то мне не очень понравилось как он приготовил но все зависит еще и от молока и зависит еще все вот от того какую закваску вы используете мне не очень понравилось я теперь буду заказывать из вкус вилла что я и сделала ко мне сейчас приедет курьер обязательно вам покажу что я заказала во вкус вилле чтобы тоже ставить домашний йогурт в принципе хорошо что у меня получилось 5 баночек мы это быстро съедим достала куриную грудку буду готовить очень вкусную куриную грудку с овощами тоже по очень хорошему рецепту вот можно вот с этого йогурта домашнего заливку делать можно с греческого покупного делать поэтому так это мне надо перемыть я перемыла всю посуду хочу еще сегодня девчонки что хочу делать хочу разбираться вот в этом ящике сейчас вам покажу что там творится вот что творится в этом ящике это кухонный ящик тут очень много чего я чем не пользуюсь там вот еще старые запасы у меня вот так вот стоят крупы со времен 2016 года да я такая вот еще со времен какой-то там эпидемии кори я это все закупила и вот нам не понадобилось либо что-то где-то вот я из какой-то пачки там пользовалась в общем вот этим впереди то я пользуюсь а что сзади что там сзади наверху я даже не знаю в общем хочу этот шкафчик сейчас убрать тоже выбросить все старые вот это у меня утка сунели это хорошая приправа есть какие-то старые приправы которые тоже но уже неизвестно с каких времен стоят это у меня какой-то сбор травяной здесь но я сейчас предпочитаю все же травяные сборы в пакетиках вот это у меня тоже со времен наверное 2013 года стоит в общем надо все убрать перебрать чем я вот собираюсь заниматься хотите давайте заниматься с вами этим вместе и мне будет веселей в общем я это все уберу переберу и хочу использовать этот ящик нижние вот эти полки чтобы сюда с поставить вот эти лоточки чтобы так удобно взял лоточек достал чистые лоточки я шкафчик весь перемою в общем лоточки под еду да у меня там весы вот стоят я все взвешиваю в общем хочу вот здесь именно организовать такое пространство для своего полезного правильного питания чтобы у меня все было под рукой весы там какие-то лоточки для еды так что вот теперь буду вот здесь я тоже как-нибудь организую либо эту полку вообще уберу и вот там тоже может быть что-нибудь организую именно вот для этих баночек вот сахара у меня как можете видеть я не покупаю вот что здесь на дне осталось теперь эту баночку помою буду использовать для чего-нибудь другого что делать с манкой спасибо тоже мне сказали что манку я прекрасно знаю что она можно сказать так не очень полезная для пп и диеты есть манка безглютеновая я уже посмотрела заказала себе там девчонки не знаю как называется в общем на озоне заказала какую-то полезную манку и полезную овсянку закажу мой покажу вам когда придет все в общем посмотрите у меня что тут только нету какие-то корзиночки смотрите старых времен но я думаю вот там тоже что-то непонятно что в общем все 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 это пойдет на выкинг потому что это с незапамятных времен в этом ящике стоит так что я буду возможно сегодня здесь убираться все промывать а то еще знаете вот могут завестись какие-то жучки я удивляюсь что еще они не завелись так что вот это мой фронт работы на сегодня что мне нужно убрать еще у меня есть вот здесь очень классно у меня есть такая штучка это семена льна вот но они скорее всего тоже просрочились всего есть срок годности можно их перемалывать и вместо клетчатки семена льна перемалываешь в кофемолке и добавляешь по одной ложке в кефир говорят кишечник чистится и очень хорошо в общем семена льна наверное новые придется купить в общем буду пересматривать сегодня этот ящик йогурт вот в таких баночках очень удобно есть крышка крик крышка у меня с датой можно поставить дату но я дату никогда не выставляю вот шестнадцатая тут вот можно какое-то 15 я дату никогда не выставляю потому что в основном я делаю и мы сразу съедаем тем более сейчас я делаю на двоих раньше я делала на одного человека сама не ела эти йогурты сейчас я делаю на двоих так вот закрывается и сейчас вам покажу вот прям ложка но в этом ложка не стоит он у меня получился пожиже вот видите ложка не стоит а такой но не очень мне понравился получился как простокваша не знаю за счет чего но вот что-то в этот раз мне прям не очень но я его не буду использовать он хороший прям по консистенции как настоящий термостатный йогурт вот не знаю от чего это у меня его так повело и я обязательно могут эти баночки буквально в два дня съедим и я буду ставить сейчас новый йогурт вот получился такой жидковатенький новку но очень вкусный вот что значит с домашнего молока все мои хорошие готовьте пробуйте можно всегда вот сделать такой домашний йогурт если у вас есть мультиварка или хлебопечка у меня например хлебопечка тоже с функцией домашнего йогурта можно делать в хлебопечке либо в мультиварке и прям ничего страшного вы делаете я делаю в баночках 05 потом переливаю и прекрасно тоже стоит этот йогурт в баночках если его делать в хлебопечке все пока 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 жду курьера искусила и к вам возвращаюсь